Затопленные подвалы, сырость и плесень в подъездах, отваливающиеся обои в квартирах. В таких условиях на протяжении последних нескольких лет вынуждены обитать жители одного из домов на бульваре Гусева в московском районе Твери. Коммунальные службы решать проблему жильцов не торопятся. Многострадальный дом посетила наша съемочная группа. Плесень, облупилась вся краска. Если подниматься выше, то где угол у нас, по углам тоже. Жительница дома номер 18 по бульвару Гусева Жанна Шишкина показывает во что с течением времени превратился ее подъезд. Облупившаяся краска, плесень, стойки, запах сырости. Не лучшая ситуация и в квартирах. Грибок в ванной, подтеки на стенах и отваливающиеся обои. И подобное, говорят местные жители, терпят обитатели всех подъездов этой пятиэтажки. Запах в подвале и в подъезде, и доходит он до самого пятого этажа в квартиры. Мышкара, тоже она пролетает, то есть квартира во все это, сырость, запахи. Причина всех коммунальных неудобств, говорят местные жители, кроется в подвале. По рассказам жильцов, подвальное помещение их дома регулярно затапливается содержимым канализационных труб. Коммунальщики приезжают, воду откачивают, но через какое-то время все повторяется вновь. Подвал, говорят жильцы, практически не просыхает. При этом всюду шныряют крысы и тараканы, спасения от которых просто нет. В данный момент воды в подвале нет. Видимо, не так давно ее откачали сотрудники служб. Однако вот там видно, что высокий уровень воды по-прежнему сохраняется в районе канализационных труб. Между тем, жильцы продолжают писать обращения во всевозможные инстанции. Первый адресат, разумеется, управляющая компания. Домом на Гусево занимается УК «Чайка». Однако там нашему телеканалу заявили, что делают со своей стороны все необходимое. Проблему, уверен руководитель УК Владимир Лебедев в сетях МУПЖЭК, из-за которых подвал постоянно затапливает сточными водами. Впрочем, в части проблем, уверены в «Чайке», виноваты и сами жильцы. Я не знаю, кто там живет такой вредный, но я уже просил там девчонок, которые живут там, я говорю, вы переговорите со своими соседями, потому что так невозможно. Иногда на дню по два-три раза прощаем канализацию. Понимаете, тряпки, очистки какие-то, чего там только нет. Даже вот эти палочки, да, ушные эти, все бросается туда. Объясняем, что этого не надо делать. Палка эта, что она не ломается, не разлагается, пластик. Как бы то ни было, в настоящее время к решению проблем жильцов подключилось главное управление Государственная жилищная инспекция Тверской области. По заявлению жителей, ведомство намерено провести проверку в отношении управляющей компании «Чайка». Она намечена на конец октября. Ну а пока, судя по всему, жителям предстоит набраться терпения и продолжать самостоятельно бороться с сыростью и плесенью в своих квартирах. Наш телеканал продолжит следить за развитием событий и расскажет вам о дальнейшей судьбе многострадального дома на бульваре Гусева. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...